Девушки отдыхают В городе проходят аресты подозреваемых. Среди погибших и пострадавших множество гражданских лиц. Да и победу Эрдогану праздновать еще рано. Сегодня днем мятежники, которых уже считали разгромленными, захватили военный фрегат и взяли в заложники главнокомандующего турецким флотом и ряд высших офицеров. В руки военных, которые пытались совершить переворот, попали сотрудники генштаба и множество офицеров. Их местонахождение сейчас неизвестно. Военные силы Турции сделают все, чтобы найти всех причастных к этому преступлению. В течение всего дня власти продолжали подавлять сопротивление путчистов. Вначале они уговорили сдаться две сотни военных, которые удерживали здание генштаба. Потом распространили видео освобождения главы генштаба Хулуси Акара, которого путчисты тоже держали в заложниках. Сейчас власти продолжают проводить аресты военных, которых подозревают в причастности к организации переворота. Всего арестованы около трех тысяч солдат, курсантов и офицеров. Власти заговорили о возможности возвращения смертной казни для наказания инициаторов попытки переворота. В том, кто будет выносить приговоры, тоже сомнений нет. Сегодня же за день в отставку отправили почти три тысячи судей. Американско-турецкую военную авиабазу Инжерлик, на которой несут службу в том числе солдаты и офицеры Бундесвера, сегодня блокировали. По данным американского посольства в Турции, база некоторое время была отключена от электроснабжения. Позже она вернулась. Позднее она вернулась к работе в обычном режиме. Ночью появились сообщения, что на авиабазе приостановили все операции. На ее территории объявили террористическую угрозу. Позже стало известно, что на базе остался только военный персонал. А всех членов их семей вывезли оттуда после информации о теракте в аэропорту Стамбула. Напомним, на базе ВВС США в Инжерлике несут службу солдаты союзных стран, совершающие авиаудары по позициям боевиков исламского государства. Миссию Бундесвера там развернули в декабре прошлого года. Немецкие пилоты ежедневно совершают разведывательные полеты на самолетах торнадо в воздушном пространстве над Сирией. В настоящее время в Турции находятся около 200 немецких солдат. Мандат Бундесвера в сирийской операции рассчитан на срок до 31 декабря этого года и не предполагает участия в наземных операциях. МИД ФРГ призвал немецких граждан в Стамбуле и в Анкаре к крайней осторожности. Речь об этом идет в сообщении ведомства, размещенном на его официальном сайте. «Путешествующим в Стамбул и Анкару рекомендуется проявлять крайнюю осторожность. Это особенно актуально в общественных местах и в местах массовых выступлений. В случае неясной ситуации рекомендуется не покидать дома и гостиницы, внимательно следить за сообщениями средств массовой информации», — говорится в сообщении. При этом официально ведомство пока не стало советовать своим туристам отказываться от поездки или отдыха в Турции. Турция — популярное место для отдыха немцев. Граждан ФРГ среди отдыхающих на турецких пляжах и в отелях больше, чем граждан какой-либо другой страны мира. Только в прошлом году Турцию посетили более 5,5 миллионов немцев. Правда, в последнее время у жителей ФРГ поубавилось желание отдыхать в Турции. Во время проведенного в начале месяца опроса 87% его участников признались, что предпочли бы поездку в отпуск в какую-то другую страну. Турецкие аэропорты возобновили работу после попытки военного переворота. Воздушные ворота снова открыты для пассажиров. В аэропорту Ататюрка в Стамбуле весьма людно. Около половины рейсов здесь отменены, еще часть задерживается. По расписанию отправляется меньшая часть самолетов. Но администрация воздушных ворот обещает, что в ближайшее время рейсы будут восстановлены. По информации дипломатических ведомств, в аэропорту Ататюрка застряли и не могут вылететь на родину 80 граждан Украины и 250 граждан России. Напомним, ранее Росавиация приостановила полеты в Турцию. Ограничение будет действовать до прояснения политической обстановки, сообщили в ведомстве. Есть ли среди застрявших в аэропорту Ататюрка пассажиров граждане ФРГ, пока неизвестно. Ранее ряд немецких авиаперевозчиков отменили рейсы в Турцию. Люфтганза отменила все рейсы в Анкару и Стамбул. Но сохранила сообщения с курортными городами Бодрумом и Анталией. В аэропорту Франкфурта у стоек турецкого авиаперевозчика Turkish Airlines длинные очереди. Путешественники обеспокоены и напуганы происходящим в Турции. Но не готовы менять свои планы и отказываться от поездок. Я всю ночь смотрела новости по телевизору, чтобы узнать, что произошло. Потом немного вздремнула, а утром снова включила телевизор. И все же мы решили лететь в Турцию. Очень это все досадно, конечно. Вроде как и страшно туда лететь. А с другой стороны, говорят, что на курортах все спокойно. И все события произошли в больших городах. По данным туристических компаний, сейчас в Турции могут находиться до 100 тысяч отдыхающих из Германии. Этнические турки, живущие в Берлине, обеспокоены тем, что происходит у них на исторической родине. Своими тревогами и размышлениями они поделились с журналистами. Я надеюсь, что этот путь не превратится в гражданскую войну. Я, конечно, против насильственных методов. В Турции и без того сейчас сложная ситуация. Много сил там потратили на борьбу с исламистами в Сирии и помощи беженцам. Мне кажется, что турецкие военные не смогли бы организовать путь своими силами. Думаю, им кто-то помогал за пределами страны. Но я, конечно, могу ошибаться. Джем Аздемир, сопредседатель партии «Зеленых», родители которого приехали в Германию из Турции, считает, что переворот заранее был обречен на провал. Люди не поддержали военных, потому что помнят из 80-х, что при военной диктатуре жить еще хуже. Военный переворот – это не метод демократии. Решать судьбу своей страны должны ее граждане, а не военная верхушка. Аздемир считает, что после неудавшегося переворота Эрдоган только еще больше укрепит свою власть. Теперь турецкий президент не будет чувствовать себя в безопасности в собственной стране. Это может значить дальнейшее притеснение оппозиционных сил и СМИ или даже установление в Турции диктатуры. Соратница Аздемира Катрин Геринг-Эккарт говорит о том, что попытка военного переворота может изменить отношения Турции и Евросоюза. Мы сейчас должны быть крайне осторожны. С одной стороны, Европа должна сделать все, чтобы максимально ослабить напряженность Турции. А с другой, конечно, случившееся не может не повлиять на наши отношения с Анкарой. После попытки переворота вряд ли можно говорить об обозримой перспективе вступления Турции в Евросоюз. Турция подала заявку на вступление в Евросоюз еще в 1996 году. С того времени рассмотрение этого вопроса неоднократно откладывали. Члены террористической группировки «Исламское государство» взяли на себя ответственность за теракт в Ницце. В результате которого погибли 84 человека. Об этом сообщает Ройтерс со ссылкой на близкое к террористам агентство «Амак». Человек, который провел операцию в Ницце, был солдатом «Исламского государства». Он осуществил это в ответ на призывы руководства атаковать граждан стран, которые являются частью коалиции «Воюющей с ИГИЛ», говорится в сообщении террористов. А вот французские власти этой информации не подтверждают. Следователи продолжают изучать все обстоятельства трагедии. Но вот разгадать мотивы злоумышленника пока не удалось. Записок самого террориста, убитого силами правопорядка, или признаний причастности со стороны террористических сетей, до сих пор обнаружить не удалось. В то же время действия преступника соответствуют призывам к убийству со стороны исламистских террористических групп. Объяснение мотивам Булеля следователи надеются найти в многочисленных документах, изъятых во время обыска в его квартире. Кроме того, в ходе антитеррористического рейда в Ницце арестовали пять человек. По данным полиции, они входили в близкое окружение Мохаммада Булеля, который совершил атаку. Задержания проходили в двух разных районах Ниццы. Очевидцы говорят, что в операции участвовали более 40 офицеров спецслужб. Полиция начала стучать в двери. Это был антитеррористический рейд или что-то подобное. Я услышал шум и открыл дверь. Полицейский стоял прямо напротив моей квартиры. Он дал понять, что я должен зайти обратно в дом, но не говорил со мной, а показал жестами. Я попытался поговорить с ним, но он не отвечал мне. Ранее в марте этого года Булеля условно приговорили к шести месяцам заключения, в том числе за угрозы, кражу и повреждение имущества. Однако до сих пор мужчину не привлекали к ответственности, как лицо, представляющее угрозу для общества. Правоохранители уже допросили его бывшую жену. Соседи описывают мужчину как одиночку. По словам отца Булеля, его сын страдал от депрессии, а с религией не имел ничего общего. Он не молился, не постился, употреблял алкоголь и даже наркотики, сообщил он. Напомним, теракт в Ницце произошел вечером 14 июля. 31-летний выходец из Туниса въехал в толпу людей на грузовике и открыл по ним огонь из пистолета. Жертвами атаки стали 84 человека. Более 200 людей пострадали, из них около 50 находятся в критическом состоянии. Водителя грузовика застрелила полиция. Страница в социальных сетях.